Добрый день! Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые присылают зрители православного канала «Экзегет». И вот, в частности, один из вопросов, который нам поступил, звучит так. «За что Бог ненавидит дела Николаитов?» Этот вопрос основан на стихе из Откровения апостола Иоанна Богослова, 2 глава, 6 стих. Для того, чтобы все-таки немножко нам не рассматривать его вырванным из контекста, мы, пожалуй, с вами все-таки ознакомимся вообще с этим местом в Откровении святого Иоанна Богослова, где, так сказать, явившийся тайнозрителю апокалипсиса Господь передает свое послание ангелам семи малазийских церквей. И вот эти слова относятся и обращены к ангелу Эфесской церкви. На самом деле в этих словах уже содержится и некоторый ответ на то недоумение, которое встречено было читателям. Итак, ангелу Эфесской церкви напиши, «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнимогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаидов, которые и я ненавижу. И имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которые посреди рая Божия». Итак, вот это как раз-таки текст того послания, который передается ангелу Эфесской церкви. По большинству толкований, подалгены ангелом Эфесской церкви, имеется в виду епископ, то есть предстоятель церкви, который благодаря своему служению является как бы ангелом церкви. Впрочем, встречаются и более такие мистические толкования, объяснения вот этих мест в столь непростое для понимания книги Священного Писания, которая является откровением Богослова. Но, как я уже сказал, в самом этом тексте уже содержится намек на то, в чем состояли дела Николаевитов. А именно, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Вот именно здесь, как раз-таки, по мнению изъяснителей этого места Священного Писания, как раз-таки, и содержится то, за что Господь ненавидел дела Николаитов, и то, собственно, чем Николаиты занимались. Николаиты, согласно источникам по истории Православной Церкви, была такая особая секта, которая относилась к числу так называемых сект гностических. Кто такие были эти гностики, эти гностические секты? Гностики происходят от понятия, само это название происходит от понятия гнозис, знания. И под этим именем гностиков, разумеется, люди, которые знали якобы нечто большее, чем знают все остальные окружающие их. То есть, люди, посвященные в некое особое, тайное, как сейчас любят говорить, эзотерическое знание. Вот это движение гностиков, оно появилось еще в I веке от Рождества Христова. Буквально уже первые представители относятся к временам начала христианской церкви и в особенности смущают они церковь на протяжении II, середины III века, но и в последующие времена нередко продолжают появляться то здесь и там под различными обличиями и в разных видах. Это и знаменитый, очень широко распространившийся в V веке секта манихеев, которые, согласно некоторым историческим источникам, продержались в Китае до XVI века под видом даотских монастырей и сумели распространить проповедь своего же своего уже учения даже до столь дальних пределов. Это и впоследствии возникшие в Восточной Европе в Болгарии первоначально на, так сказать, балканских таких вот пределах Византии ереси Богумилов или Павликиан, тоже являвшихся по своей сути гностиками. Это и наследовавшие им уже на юге Франции катары с льбигойцами, также исповедовавшие те же идеи, которые были свойственны гностикам древности, и так далее. Нить это протягивается и дальше, и дальше, и периодически проявляет себя отчасти и в разных других ересях вплоть до нашего времени сейчас гностические идеи популярны и восприняты как никогда в своей сути. Одним из крупнейших идеологов неогностицизма, например, в России, в нашей русской культуре и литературе, как я читаю, является Михаил Афанасьевич Булгаков, и идеи гностицизма являются основой его закатного, наиболее знаменитого и читаемого романа «Мастер и Маргарита». Но это, так сказать, уже такие самые дальние производные того процесса, который начался еще с вот этой вот секты николаитов. Почему назывались они николаитами? В середине II века в Антиохии существовала еще также такая агностическая секта, которая называла себя этим именем и проводила, так сказать, свое преемство от диакона Николая Празелита, одного из семи диаконов, которые были поставлены святыми апостолами согласно книге их деяний для того, чтобы пищись о столах, то есть о каких-то таких вот, ну, что ли, земных проявлениях жизни, созданной, основанной ими Иерусалимской церкви. Якобы этот диакон Николай Празелит, то есть обращенный из язычников, опять вернулся в язычество и явился основателем вот того учения, которое эти самые николаиты продолжали исповедовать еще и в середине II века, то есть спустя столетия, примерно после жизни своего предполагаемого основателя. Ну, к сожалению, примеры такие действительно были, например, небезызвестный такой апологет римский Татьян, в какой-то момент защищавший христианство во второй половине своей жизни и деятельности, как мы знаем, также обратился к одному из гоностических учений. Ну и вообще вот эти гоностические учения очень широко распространялись, подпитываясь и неоплатонической философией, которая тогда очень широко вообще распространялась в языческой среде и давала как бы ей второе такое дыхание всей вот этой философии и всему миросозерцанию язычества. В частности, например, таким неоплатоником был император Юлиан Отступник, который совершенно по-новому с таких более возвышенных, как ему казалось, философских оснований трактовал все эти древние греческие басни о постыдных деяниях языческих богов. В общем, вот это вот смешение язычества и христианства и явилось, ну что ли, сутью распространения вот этих гностических сект. В чистое христианское учение гностики, обращенные из язычников, приносили свое суетное языческое мудрование, городили какие-то сложнейшие совершенно построения о, так сказать, картине этого мира, написали огромное количество текстов подложных, которые не стыдились приписывать святым апостолам и деятелям христианства. Так появился, например, апокриф Иоанна Богослова, так появилось Евангелие от Фомы, Евангелие от Петра, Евангелие от Иуды и прочие всевозможные тексты, которые долгое время были известны нам в основном по цитатам христианских апологетов, которые обличали их злоумие, но потом стали известны и в оригиналах, благодаря открытию знаменитой библиотеки на Кхамаде, в которой сохранилось довольно большое число этих языческих текстов и гностических. Вот на каких-то перевераниях этих текстов в том числе построил и свои завиральные романы небезызвестные авторы вот этой серии про похождения ватиканского профессора, известные как Кот да Винчи и прочие в этой серии книг. Ну, что касается, если вернуться к делам Николаитов, то надо сказать, что нет каких-то четких у нас сведений о том, что основателем этой секты был именно дьякон Николай. Николай было имя достаточно распространенное в то время и вполне мог его носить любой другой деятель, совершенно необязательно как-то связанный и порочащий имя одного из семи дьяконов Иерусалимской Церкви. Но, тем не менее, что касается вот именно Николаитов, то они, подобно другим гностикам, по всей вероятности выдумывали совершенно какие-то ложные предания, которые пытались привносить в жизнь Христианской Церкви. Почему здесь и говорится, что ангел Эфесской Церкви обличил их, как называющих себя апостолами, а они не таковы. То есть в этих словах как раз таки уже по всей вероятности содержится намек на ту проблему, которая возникла в жизни Христианской Церкви с распространением гностических сект и гностических подложных текстов. Как мы уже говорили, очень часто они выдавали себя за описание святых апостолов. Ну и, естественно, прежде чем быть записанными, эти тексты передавались изустно и также под видом проповеди якобы настоящих подлинных апостолов. Вот как раз задачу подлинных ангелов в церкве того времени входило в то, чтобы разоблачать подобных служителей сатаны, прячущихся под видом подлинных настоящих истинных апостолов в церкви церкви христовой. Ну, многие из гностиков исповедовали такой крайний аскетизм. Это очень сильно впоследствии выразилось в ужеучении тоже гностической по сути секты манихеев, которые налагали огромное количество всевозможных ограничений на то, что можно делать, чего делать нельзя, на то, что можно есть, чего есть нельзя. Ну, скажем, например, они разрешали вкушать только те плоды, которые подвергаются воздействию солнца и таким образом напитываются светом. То есть вкушать можно только вершки. Корешки они считали, так сказать, порождением тьмы и недостойными для вкушения подлинными своими последователями. Ну, и так далее. Надо сказать, что по своему такому аскетизму манихеи зачастую не уступали монахом, первым монашествующим христианской церкви и подвязались в пустынях наравне с православными отшельниками. И достаточно много есть упоминаний в потеряках, в отечниках о том, что неподалеку от какого-то из старцев подвязался отшельник манихей. И старец пытался там его как-то обратить, в каких-то случаях обращал, каких-то нет. Но вот манихеи и другие гностики они исповедовали как раз таки такой вот аскетизм, состоявший в таком умершлении каких-то своих телесных проявлений и потребностей. Но встречался среди гностиков аскетизм совершенно другого рода. Они считали, что умершлять свою плоть можно и совсем другим, намного более приятным способом. Можно наоборот не противиться страстям, не отсекать их, а всячески им предаваться. И поэтому всевозможные блужения и разврат становилось их религиозной практикой. Они считали, что это именно тот путь, та аскеза, благодаря которой они служат Богу. Ну вообще надо сказать, что дух прелести очень тесно связан с духом разврата. Об этом замечательно пишет наш великий учитель, святитель Игнатий Брянчанинов. Он отмечает вот эту особенность, что как правило прельщенные, в которых действует вот этот злой дух прелести, они отличаются такой вот невероятной тягой к явному или скрытому блуду. И этот блуд пропитывает собою всю их деятельность. В этом он обличает многих католических святых, говоря о том, что их так сказать подвиги, их видения, их какие-то мистические переживания являются ничем иным, как такой скрытый, завуалированный формой блуда. Но были, так сказать, и те, кто этот дух обнаружил вполне явно и считал его проявлением святого духа. Подобным поведением например отличались наши хлысты, которые устраивали вот такие родения, включавшие в том числе просто оргии или, говоря по-русски, свальный грех. до этого подобной деятельностью отметилась такая европейская секта адамитов, которая тоже проповедовала вот такую на своих собраниях простоту отношений, отказывались от ношения одежды и подобно Адаму не видели ничего плохого в том, чтобы свободно совокупляться с кем угодно из членов этих самых общин. То есть они в этом считали и видели такую первозданную свободу человека, которой они должны вернуться, будучи носителями вот этого тайного знания. нет нужды говорить о том, что все их тайное знание не более чем вот такой обман и старый блуд начальника греха сатаны. Ну а первыми собственно говоря из тех, кто исповедовал подобный своеобразный вид аскезы, состоявший в неумеренном удовлетворении своих плотских потребностей и в таком безразборном разврате и совокуплении которому придавалось такое ритуальное религиозное значение были как раз таки эти самые николаиты и об этом как раз таки и говорят вот эти слова из откровения на богослова о том, что ты не можешь сносить развратных то есть именно разврат и был той чертой которая отличала деятельность николаитов и та за которую действительно дела их ненавидел глава и основатель церкви Господь наш Иисус Христос ну действительно что тут об этом говорить все мы прекрасно понимаем что в общем-то блуд никак не может являться путем который может привести человека к познанию Бога но наоборот повергает его вот в такое болото постоянной духовной телесной грязи и хотя конечно и у нас сейчас иногда встречаются некоторые такие духовные последователи николаитов которые исповедуют принцип возле Бибога на небе ближнего в постели не видя в общем-то для себя каких-то таких моральных противоречий которые бы запрещали им поступать подобным образом но тем не менее необходимо помнить о том что дела эти и вот подобное исповедание широко распространяющиеся в современном мире и проникающие в том числе к сожалению и в спасительную ограду Христову развращающие и православные семьи и православных людей которые видят в угождении плоти и в служении блуду всего лишь какую-то слабость поблажку и такое как бы простительное такое вот послабление строгости христианской морали ну на самом деле конечно подобные заблуждаются вместе с теми самыми николаитами которые уже дали в начале истории христианской церкви вот тот отрицательный пример который даже вынудил так сказать вот то обличение звучащее в книге откровения 100-го Иоанна Богослова о котором мы с вами сейчас говорим под именованием дел николаитов внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры субтитры Продолжение следует...